Ну что, ребят, начинаем. Atomic Heart. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали перчатка, сам знаю. Я тут не впервые. Он говорит с перчаткой? Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион исходим. Ну что могу сказать, это... СССР. Альтернативный. Могу ошибаться. Но возможно. Это 2050 год. Возможно. Я могу ошибаться, ребят. Я потом посмотрю. СССР. Не СССР. Там ДС. Прямо в правой колонке. Слышно. Очень четко. И быстрее. И... Раз, два, шаг вперед. Раз, два, шаг в сторону. Товарищ, помогите мне, пожалуйста. Дорогой мой Борис, газерубки не желаете? Правильно и красиво выполнять упражнение, но не поставьте пошире. Вам на площадь надо. Там игру понайдете. Удовольствие. О. Удовольствие. В сторону большого здания. О, прикольно. Мам. Не долетела она. Такой. Пытаешься на удочке. Опять сепуха, деревь застрял. Всегда веселюсь, когда здесь. Лети сюда. Типа, кого-то... Официант. Официант. Заметно. Пока... Че могу сказать? Крафика прикольная. Погода прекрасна. Кривничная. Улица, площадь Вандау, улица Домашина. Вместе с вами... Ты шагай... Как звездам весь далекий край. На самом деле есть что почитать. Что посмотреть. Там, немножко так напряженный. Ну напряженный, вернее мой компьютер. Ну вроде ничего. Да, это под управление. Я настрой. Красивенький. А ну держи свинку. Такая красивая. Оп. Спадна. Так. Дальше. Построились. Ну работай. На, я руками работаю. Ух ты! Получается! Спасибо большое! С праздником вас! Я знаю, почему такие ребра... Типа, ребра жесткости. Внимание, внимание. О май гаш! Это типа, вот там обычный день. Я так не знаю. Убра утра, Серёбхи. Как настроение? Сечный Дмитрий Сергеевич. Добрый Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Ду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживаете. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. С берегом. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаусен ведёт тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой. Позже. Вас понял. Это типа такие телефоны здесь? Товарищ майор, вам надлежит прибить в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль Турбина. Вам всё понятно? Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, сынок. Жёстко. Наконец-то мы на земле. Это не исключённый Никонти. Альтернативный Амстердам. Товарищи, жители платформы Икар и гости предприятия. Совсем скоро начнётся выступление генерального директора предприятия 3826, академика... Очень много здесь персонажей, которые что-то говорят, что-то делали. Возможно, из-за этого немножко бывает. Вроде логов. Вчера я прошёл полимеризатор. Товарищи, присоединяйтесь к коллективу с помощью системы мысль. Ну, опять же для любителей СССР или строительными буквами СССР. Напоминаю вам, что до возложения академика Сеченова оставить так бы у нас было. Только счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае, да? Мы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только нет. Я там не жил. Ну, в Китае, может, и предприятие 3826. Пусть располагается мне так далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят там красиво. Не врут. Я здесь не могу пройти. Личная гоня здесь тоже не могу пройти. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы что-то вспомнили? Ой, нихрена не помню. Перчаточка. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что-нибудь. Не понять. Ебучие пироги, блядь. Какие пироги? Побирайте выражения. Мы в общественном месте. Да пошел ты. Что за... Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор. С праздником. С днем рождения коллектива. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка Академии Сеченова полимерное просвещение. Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекции мира полимера, содержащего информационные знания. Например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Ой, да-да-да, знаю-знаю. Можно пропустить эту приюль? Простите? Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобятся. А, товарищ Сеченов знал, что вы придете и уведомил меня о вашем прибытии, агент П-3. Возьмите эту капсулу. Так, ну что здесь капсулу? Ага. Варенка, ДНК. Хм, это что-то на аватар похоже, кстати. Рисотчик. Только что вы добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Информация, получаемая датчиками, транслируется на сетчатку глаза напрямую, создавая эффект дополненной реальности. Пока что я вижу только эффект никак не изменившейся реальности. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй. Не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас одерживать. Следующий наш фунт. Дорогие товарищи! Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я, Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. Добро пожаловать в будущее! Что-то посасывает. Сегодня мы с вами стоим на вороте величайшего собрания в истории человечества. Так, я немножко что-то засмотрелся. Ну не, ну, право-то, да? Чешки с ней посасывает, конечно. Что это? Который полностью изменит весь мир, столь привычный нам воронеже... Я пишу, что кандаря, что он посасывает. Ваши универа. Так. Что посасывает. Товарищ май, проходите в холл высотки. Вас ждут. Вы видите, как исменил наш любимый Советский Союз заряженный изделений. Благодаря моему открытию нейрополимеров и процессы мимикрической адаптации, стало возможным воплощение в жизнь глобальной и всеобъемлющей сети коллектив 2.0. Сети! А то ладно видеть, что вы никуда не доробитесь, товарищ майор. Ваша машина уже потана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, я, натёрлик. Я натёрлю это место, который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Представляю вам устройство, устройство будущего нейронный коннектор доступно на страницах или бесплатных пунктах полимеризации. Можно завтыкать такое. Можно завтыкать. Можем сесть. Ну, видимо, нет. Может, зачем-то пойти. Крестное. Ну, так можно, наверное, завтыкать. В том, что эти выспимся, пройдите до парка. Похоже, тоже дальше ушли. Сеченов, темно, благодаря этому вкусу, вы сможете давать роботу мысленно камня. Окей. Приторможем. Открою СССР. Вот это СССР. Вот это СССР. Уважаю шефа за его способность смотреть высоко на непреодолимые препятствия. В науке не существует непреодолимых препятствий, кроме болтовни и всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. А на то нельзя, да? А вот, стоп, наконец, направление не копилось. Наверное, нужно вниз. Скорее всего. Да, это было правильное решение. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортёры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всём Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся ещё выше, к звёздам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далёкие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть своё величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фа. А можно ли где-то здесь? Страница. Загрузить. А, это как раз, типа, автосохранение. Убрать. Так, загрузить. Опции. Ага, ну, видимо, да. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П-3. Человек рождён, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей. Чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдёт. Но обо всём по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчаку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведёт в комплекс вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Через два дня в понедельник сможет управлять роботами силой на СИ. Мир уже никогда не... Угу. Так. Это не только необходимо, но здесь на тачке можем везти. Шикольно. Высокотехнологичные чертонами по решению сочетаются с элегантностью. Ну, такой, знаете, стиль-то очень-очень древний, но при этом замок современный. Ну, какой-то наворочен. Страна.